Давайте поговорим об этой жизненно важной теме с доктором Джоэлом Робинсом, практикующим хирургом и врачом-натуропатом. Более чем за 20 лет через его руки прошло 100 тысяч пациентов. Доктор Робинс написал несколько книг о здоровом образе жизни и постоянно ездит по стране с лекциями и участвует в различных конференциях. В ВВС США вызвали доктора Робинса в Вашингтон на консультацию относительно мер по укреплению здоровья пилотов. Доктор Робинс — это человек, который сам следует собственным советам. Свои 47 он выглядит на 30. А теперь внимание! Доктор Робинс сейчас поделится с нами информацией о том, что он считает наиболее значительной угрозой для своего здоровья и здоровья своей семьи. В чем причина болезни? В традиционной медицине и, к сожалению, также в нетрадиционной медицине мы обычно изучаем симптомы и говорим, какой же метод лечения будет наиболее эффективен при таких симптомах и таком диагнозе. Лекарственные препараты, операция, травы, акупунктура. Что же нам выбрать? Но наша ошибка в том, что мы не задаем себе главный вопрос. В чем же причина? Если вы страдаете от головной боли и идете к врачу, он выписывает вам аспирин. Вы принимаете аспирин, головная боль проходит. Логически размышляя, мы приходим к следующему выводу. Причина головной боли – недостаток аспирина. Но это невозможно. Недостаток ацетилсалициловой кислоты не может быть причиной головной боли. Итак, мы не разобрались. В чем причина заболевания? Представьте себе, что у вас дома сработала противопожарная сигнализация, и вы бежите к ней, чтобы перерезать провода. Сирина затихает, и вы думаете, раз противопожарная сигнализация угомонилась, значит нет никакого пожара. Это просто смешно. Пока мы занимаемся последствиями и не обращаем внимания на причины нашего плохого самочувствия, мы продолжаем ослаблять организм. Я думаю, что одной из основных причин заболеваний является сама интоксикация организма. Интоксикация – значит отравление. Мы с вами отравляем свой организм своим образом жизни. В большинстве случаев это происходит из-за нашего невежества. Какова основная причина интоксикации? Это плохая работа систем пищеварения и непроходимость кишечника. Вы скажете, что это просто смешно. Но дело в том, что есть более сотни достоверных медицинских исследований, которые подтверждают обратное. Мы представляем вам интересную информацию о кишечнике. Вот что утверждает Королевское медицинское общество Великобритании. Более 65 различных заболеваний так или иначе связаны с непроходимостью кишечника. Доктор Энтони Бадзер, преподаватель гастроэнтерологии из Нью-Йорка, после 25 лет исследований, пришел к выводу о том, что каждый врач должен осознавать, что проблема кишечника – это причина многочисленных заболеваний. И это правильная мысль. Я обучался традиционной и нетрадиционной медицине, а между тем мне никогда не говорили о том, что существует связь между состоянием кишечника и состоянием здоровья. И это очень печально. Но после многих лет работы и многочисленных исследований, мы можем с уверенностью утверждать, что состояние кишечника имеет решающее значение. Сейчас мы узнаем, как непроходимость кишечника влияет на организм человека и вызывает серьезные заболевания. Мы узнаем, что такое самоинтоксикация, каковы ее причины и как от нее избавиться. У многих из вас есть различные заболевания и проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с ними бороться. А теперь, внимание, мы дадим вам надежду и подскажем решение ваших проблем. Чтобы понять, какое отношение имеет самоинтоксикация и непроходимость кишечника к проблемам со здоровьем, нам понадобится экспресс-урок анатомии. Процесс пищеварения начинается во рту. В процессе пережевывания пищи слюна смешивается с пищей. Слюна содержит энзимы, которые способствуют начальному перевариванию пищи. Мы глотаем пищу, и она опускается в желудок, где процесс пищеварения продолжается. Оттуда еда перемещается в тонкий кишечник, где процесс пищеварения завершается, и волокна тонкого кишечника впитывают питательные элементы. После того, как пища переварена и питательные элементы усвоены, она переходит в толстый кишечник, где она превращается в фекальную массу. Вот схема вашего тонкого кишечника. Она приблизительно 25 фунтов в длину и с шириной с большой палец руки. Если пища нездорова, то она вызывает образование пленки, которое блокирует работу кишечных форсинок и не позволяет питательным веществам усваиваться. И сколько бы витаминов вы не принимали, вы будете выбрасывать деньги на ветер. Эта схема показывает нам нормальное движение пищи по тонкому кишечнику. Когда в толстой кишке, она превращается в фекальную массу и выводится через прямую кишку. В организм поступает пища, и через положенное количество времени она выводится. На этой схеме мы наблюдаем замедленную работу системы пищеварения, когда пища, принятая в разное время, скапливается в толстой кишке. Последствием этого становится запор и интоксикация организма. Считается, что пища должна выводиться из организма 2-3 раза в день, если вы едите 3 раза в день. А поражение желудка должно быть без усилий, без запаха и с хорошо оформленными фекальными массами. Вы должны чувствовать, что вы очистили свой организм. Доктор Норман Уокер, который, кстати сказать, дожил до 101 года, был одним из первых, кто серьезно заговорил о важности состояния кишечника. Он утверждал, что из 100 тысяч скрытий, на которых он присутствовал, он может вспомнить не более 10% случаев с нормальным кишечником. Доктор Уильям Хантер говорил, что кишечник — это дренажная система организма, но если с ним неправильно обращаться, то он превратится в источник токсинов, который распространяется по всему организму. Сейчас я объясню, что я имею в виду, когда говорю о регулярном опорожнении желудка. Если вы едите один раз в день, пища должна выводиться один раз в день. А если три, то она должна выводиться три раза, как это происходит у младенцев. Младенца кормит, а через 20 минут его организм выводит пищу. А теперь я хочу задать вам вопрос. Если вы едите три раза в день, а ваш организм выводит пищу один раз в день или даже в 10 дней, и такие жалобы поступали от пациентов, то вопрос в том, что же происходит с этой едой. Сейчас мы это узнаем. Вот так выглядит нормальный кишечник. Это ободочная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка, сигмовидная кишка и прямая кишка. Что же будет, если хотя бы часть кишечника работает не так, как надо? Токсины заполнят весь организм. Вот что происходит с нашим организмом, если он регулярно не выводит остатки пищеварительного процесса. Как вы думаете, что произойдет, если мы возьмем гамбургер, положим его в пластиковый пакет и оставим на кухонном столе? Как этот гамбургер будет пахнуть через неделю, а через несколько лет? Вот что происходит в нашем организме, если он не выводит остатки пищи. Вот несколько рентгеновских снимков пациентов с больным кишечником. Это белая область, кишечник. Обратите внимание, насколько эти кишечники раздуты и деформированы. Очевидно, что это показатель нездоровья. Одна из причин неправильного пищеварения – дивертикулез, результатом которого является формирование небольших отростков. Вы можете видеть их на рисунке. Причина их возникновения – застой в кишечнике, как результат нерегулярного опорожнения. Внутри отростков могут возникать очаги инфекции. А ведь для того, чтобы не возникло таких проблем, достаточно всего лишь регулярно опорожнять желудок. Мы видим, что кишечник спазмирован. Естественно, спазмированная зона не позволяет осуществлять нормальное опорожнение. И это прямое последствие стресса. Болезнь в таком случае неизбежна, так как фекальные массы застаиваются в кишечнике годами. Одним из результатов небрежного отношения к собственному кишечнику может стать полостомия. В этом случае фекальные массы выводятся через отверстие в брюшной полости, которое открывается хирургическим путем. Давайте поговорим об одной из самых серьезных проблем в США – проблеме избыточного веса. По словам главы Департамента здравоохранения США, более 61% взрослого населения страдают от избыточного веса. И это ужасно, это настоящая трагедия. Есть несколько моментов, связанных со шлакованностью кишечника, которые напрямую связаны с избыточным весом. Первая причина – скопление отходов в кишечнике. По мнению доктора Кэрол Портер из Лос-Анджелеса, очищение организма и снижение веса непосредственно связаны друг с другом, так как таким образом мы боремся с причиной, а не с симптомами. Как я уже говорил до этого, кишечник может увеличиваться до пяти раз по сравнению со своим нормальным размером. Он раздувается от токсинов, которые накапливаются в результате нерегулярного опорожнения, и мы получаем сдутие кишечника. Вы знаете, что в организме может скапливаться от пяти до 75 фунтов отходов. Это не может не сказываться на проблеме избыточного веса. Доктор Джек Лармер, гомеопат и натуропат утверждают, что большинство людей носит с собой по меньшей мере 7 фунтов фекальной массы в толстом кишечнике, и что он не раз видел людей, которые существенно худели, избавляли в объеме живота после лечения кишечника. Теперь поговорим о втором факторе, способствующем увеличению веса, медленном метаболизме. Токсины, скапливающиеся в кишечнике, отнимают у нашего организма энергию, замедляют все происходящие в организме процессы, перегружают органы, замедляют метаболизм на клеточном уровне. И, конечно, основной результат замедленного метаболизма – наш организм не сжигает калории, наш вес увеличивается. Доктор Лармер говорит, что важно выводить токсины из кишечника для того, чтобы они не скапливались в организме. Если очистить кишечник, увеличивается вероятность того, что в дальнейшем метаболизм будет работать правильно, и таким образом мы искореняем основную причину избыточного веса. Диетолог Линдсей Донкан согласна с тем, что чистый и правильный работающий кишечник – залог здорового метаболизма. Она говорит, что считается, что достаточно опорожнять желудок один раз в несколько дней. Мои клиенты очень удивляются, когда я их спрашиваю, где же, по их мнению, складируется еда, если они едят три раза в день, а опорожняют желудок только один раз в день или несколько дней. Многие люди принимают сжигатели жира и тем самым ускоряют метаболизм. Это не совсем правильно. Они не избавляются от причины замедленного метаболизма, вызванного кишечными нарушениями. А бороться нужно именно с этой проблемой. Сжигатели жира – это не решение проблемы. Вы знакомы с людьми, страдающими от целлюлита? Это еще одно последствие избытка токсинов и отходов в организме. Да, это просто токсины, которые скапливаются в жировой прослойке. Все эти проблемы, о которых мы говорили, избыточный вес и прочие, все они вызывают скопление токсинов в пищеварительной системе и, как следствие, интоксикация организма. Представьте себе, что вы дома не выносите мусор. По мере того, как у вас появляется мусор, вы складываете его в один и тот же мусорный бак, но не опорожняете его. Что будет, если мы не будем выносить мусор неделю, две недели, год, два года? Представляете, какой будет запах от мусора? Я в образной форме рассказал вам о том, что на медицинском языке называется «зашлакованная система пищеварения». Это результат того, что пища гниет в кишечнике, так как она не полностью переваривается или выводится нерегулярно. Таким образом, еда остается в кишечнике и гниет. В результате образуются токсины. К несчастью, организм легко впитывает токсины, и они начинают отравлять ваш организм. На этом рисунке вы можете видеть, как провисает кишечник, переполненный фекальными массами, из-за нерегулярного опорожнения. Под тяжестью фекальных масс кишечник провисает и давит на органы, расположенные в нижней части брюшной полости, мочевой пузырь, простату, матку, что приводит к негативным последствиям. На этой схеме изображена брюшная полость женщины. Это матка, яичники и кишечник. Если кишечник опускается, он давит на матку. Каковы последствия? Инфекция, кисты и даже бесплодие. Это схема нормального расположения органов в брюшной полости мужчины. Посмотрите, как близко расположен кишечник по отношению к мочевому пузырю и простате. В качестве последствий можно назвать проблемы с простатой, бесплодие и даже снижение сексуальной активности. У меня есть пациенты, которые жалуются на снижение памяти, низкую работоспособность. Доктор Сатерли Элдвич утверждает, что 518 случаев, когда пациенты жаловались на рассеянное внимание, расстройство памяти, раздражительность, беспричинные страхи, депрессию и суциидальный синдром все были связаны с неудовлетворительным состоянием кишечника. Это очень важная информация. По данным клиники Майя, 60 миллионов американцев страдают от повышенной кислотности. Невероятно, но факт. Повышенная кислотность, несварение желудка и отрыжка все эти симптомы зашлакованности кишечника. Но при этом мы не обращаем внимания на основную причину происходящего. Теперь, когда мы знаем, что основная причина всех этих недомоганий — это запор и зашлакованность кишечника, необходимо узнать, как же может организм избавиться от отходов. Существует пять основных способов, при помощи которых организм очищается от отходов. Но при этом ни один из этих способов не предназначен для вывода токсинов. Первый способ выведения отходов — это кишечник. Сдутие кишечника — это еще одна из разновидностей болезней кишечника. Это происходит, когда кишечник увеличивается в пять раз по сравнению со своим нормальным размером. Это связано только с тем, что остатки пищи выводятся из организма нерегулярно. Последствия таковы. Отходы оседают на стенках кишечника и остаются там несколько дней или недель. Мы часто видим людей, по сути, стройных, но с большим животом. И у нас возникает вопрос, с чем же это связано? Теперь вы знаете ответ. Еще один аспект — неприятный запах изо рта. Это еще один признак того, что ваш кишечник не в порядке. Это означает, что организм впитывает токсины и пытается выводить их через легкие. Время поговорить о втором пути выведения отходов — о печени. Основная функция печени — очистка крови. Если кишечник забит токсинами, то на печень ложится дополнительная нагрузка. И есть симптомы, которые четко на это указывают. Например, головная боль — это сигнал того, что мозг не устраивает качество крови, фильтруемое через печень. Наблюдается упадок сил и даже проблемы с памятью, так как в вашей крови токсины. Они не позволяют вам хорошо соображать. Снижается либидо, поднимается уровень холестерина, так как печень уже не успевает регулировать его уровень в крови. Имеет место также болезни суставов и проблемы с весом. Помните, что все вышеперечисленные проблемы вызываются токсинами, которые всасываются через стенки кишечника. Третья линия обороны — это почки. Так как первая линия обороны, кишечник, выведена из строя, то почки вынуждены брать на себя больше работы и, следовательно, возникает заболевание почек. Какие могут быть последствия? От проблем с артериальным давлением до инфекции мочеполовой системы и почек. Следующий путь выведения отходов — легкие. Легкие также вовлекаются в процесс борьбы с рядом токсинов. Мы уже говорили о неприятном запахе изо рта. А еще есть астма, аллергия. Верьте или нет, но все это — последствия токсинов, которые всасываются кишечником. Пятый путь выведения отходов — наша кожа. Это самый большой по площади орган очищения организма. Но если кишечник забит, и печень не работает, а почки перегружены, то кожа работает за них. И тогда возникает проблема с кожей, акне, экзема, псориаз и так далее. И причина всего этого — проблема с пищеварением. Вы принимаете душ каждый день, чтобы ваше тело было чистым снаружи. Почему бы вам не поддержать также чистоту вашего организма изнутри? Субтитры создавал DimaTorzok